Русские православные церкви Беседы, так сказать, ненаучные, они такие вольные, но мы стараемся основываться на научной истории все-таки, стараемся ее не обходить стороной, не то что не обходить стороной, а основываться только на ней, не на вымыслах каких-то странных людей, которых сейчас полно пишут, и не на вымыслах различных религиозных деятелей в том числе, а именно на науке. Самое смешное, Жень, что в свое время самым ненаучным считали Галилея, но егошные сказки о небесных светилах потом оказались самым научным достижением. Кроме того, его никто не признавался, не успорили не только церковники, но и научные деятели его современники. Но оказалось, на самом деле, что это по-другому. Сейчас, кстати, многие опять хотят, чтобы Земля стала квадратная, стояла на трех слонах и на черепахе плыла в безмерном мировом океане. Это продолжается, и спор нынешнего частенько церковников с наукой, он похож стопроцентно на спор с Галилеем. Так что здесь ничего нового даже нет. Мы просто всегда приветствуем, если кто-то нас поправит в чем-то, без проблем. Естественно. Мы можем ошибаться. Конечно. Дело в том, что преподаватели обычно, допустим, десятилетиями читают лекции. Естественно, они помнят все даты и прочее, прочее, прочее. Мы, конечно, в чем-то можем делать ошибки, здесь ничего удивительного нет, потому что и имена часто бывают схожими, и события повторяются. Вот сегодня я вам как раз расскажу о некоторых таких интересных монархических событиях, в которых вы увидите прямо точную кальку через 200-300 лет повторяющихся событий, как будто одно написано совершенно с другого, абсолютно. И только то было там в 16 веке, а то в 19, например, или даже в 20 веке. Это же не говорит о какой-то там антинаучности. Наоборот, похожесть событий, цикличность определенная, говорит о том, что где-то что-то не заметили, чему-то не научились, и урок повторяется. Так, секундочку, еще прям буквально несколько минут. Значит, из наших бесед вот некоторые сделали такой вывод, что мы как бы выступаем против церкви. Это, наверное, церковники, насмотревшиеся передач. Так они все же... Как бы люди, как бы очень поверхностно глянувшие. Один мудрый человек сказал, что русская церковь относится плохо ко всему, что не является русской церковью. Я бы не сказал, что даже церковники, а люди, которые, ну, как бы около церковных. А, около церковных. Да. Это такие... Сочувствующие. Ну, ладно, не будем. Ну, в общем, это совершенно не так. Мы пытаемся выяснить именно исторические реалии. Находим в них много интересного. И, ну, надо сделать, правда, скидку. Действительно, мы накопали много негативного. Действительно, ну, оно прям... И в оправдание, может быть, или в защиту нашей нормальной патриотической все-таки позиции. Я бы сказал так. В истории церкви, вот даже ту, которую мы рассмотрели, а мы остановились на конце 15 века, это царствование Иоанна Третьего. Иоанна Третьего, переход уже к царствованию Василия. Переход к царствованию Василия Третьего. А сначала переход к царствованию Дмитрия, оказывается... Ну, да, 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 согласен. На мгновение. На мгновение. Да. Что-то там было. А это уже многого стоит. Там это, да. Исторически... Исперите и были. Одно дело, уроки школьные. Да, двойку поставили, родители подзатыльников надавали. А то, что мы не хотим учить истории нашей уроки, нам дается большой кровью всегда. Следующий урок, он дается еще большими потоками крови. Значит, на чем мы остановились все-таки на конце 15 века, но все-таки хотелось бы сказать, действительно было очень много нелицеприятного в истории церкви, что скрывалось очень тщательно церковниками. И сейчас скрывается. И сейчас скрывается. То есть, это и борьба против ереси, симонии, возникавшие движения среди даже самих священников, борьба против них и так далее. Но были ведь люди, которые именно при церкви хранили какую-то глубинную веру и глубинную русскость. Это, конечно же... И даже то, что они были задавлены и растоплены, растоптаны, это отнюдь не уменьшает их подвига во имя именно русского отечества. А, был такой у нас игумен в Сея Руси, Сергий Радонежский, он никем не был раздавлен, он явился примером, светилом на многих веках. Понимаете, почему его не растоптали? Потому что был переход от ханства к русскому царству. Согласен. Если бы он жил чуть попозже, при Иване Третьем, то было бы с Нилом Сворским и всеми странами. А мы об этом говорили. И когда ханство было мощное, сильное, тогда церковники были при них. Они получали свою тархановую грамоту и пользовались тем, что собирали огромное вокруг себя богатство. Но как только ханство начало охереть, сразу же появились люди церкви, которые стали патриотически настраивать князей на освобождение от этого... Да, новое политическое устройство. Новое политическое устройство. И возникли, вот прям появились такие, прям мощная такая плеяда, несколько, не только там Сергий Радонежский. Но даже во время вот этой феодальной войны между Шемякой и Василием Тёмным... Василием Вторым. Василием Вторым Тёмным. Значит, и тогда вот игумены некоторых монастырей, то они замеряли. Был такой игумен Троицкого монастыря, не помню, извините, как зовут. Значит, он замерил их, прям на несколько лет. Пока не возникло ещё... Сейчас всё расскажу, кто это был и как это было. Потом был один, который взял на себя ответственность снять с Василия Второго клятву, которую тот дал Шемяке, отказавшись, якобы от московского государства. Тот прям его освободил от этого. Ну, в интересах государства, ведь понимаете, в интересах государства. Ну, это совершенно другая вещь. Когда митрополит действует как миротворец, это действительно в интересах государства. Но когда начинают устраивать церковные позорища и разборища в интересах каких-нибудь великих князей, это жутчайшая мерзость. И мы считаем, что именно эти действия, особенно в Великом Расколе, привели затем к революции 1917 года. Ну, это да. Ну, ладно, мы остановились все-таки на Иване Третьем. Да, мы остановились на Иване Третьем. И затронул я один важный момент, вот очень важный, который мы прошли с Вами в тот раз, и сейчас Вы уже продолжите. Политический момент. С 1492 года начались открытые столкновения с Литвой. Начались порубежные войны. Причина этих порубежных войн, она очень важна для понимания. Для понимания отношений сегодняшних даже русских людей и тех, которые называют себя украинцами. А на самом деле они были при... Другом князе. Они были при Литве в то время. Значит, и в то время, когда Московское государство при Василии Втором, Тёмном и Иване Третьем усилилось, сбросило вот это вот, откинуло хана Ахмата, замерило Казань, откинуло хана Ахмата. И в это время... Литва. На Литве русские князья почувствовали, где сила и где порядок. И они пошли за порядком. Они начали со своими территориями переходить к московскому князю. Понимаете? И вот... Что происходило? То есть на литовской территории русскоязычное население, которое не получало паспорта, как сейчас в Литве. Третья часть населения без паспортов. И они стали пытаться присоединиться к московскому княжеству. Сепаратисты литовские, как бы сейчас назвали. В результате... В результате их стали убивать. Поградистов. Реформа Егайла, ставшего там этим... Как он... Сигизмунд или кто он там стал? Королём стал. Королём, да. Реформа Егайла, потом Витовта. Начали давить православное население. Папам это было нужно. Папа специально королём венчал Сигизмунда, чтобы противопоставить его Москве. То, что мы называем сегодня территорию Украины, вот эту вот... Ну, особенно не всю. Не всю, только северо-восток. Северо-восток Украины. Вот эти территории... Центральный Киев и северо-восток. Вот эта часть. Отнимая юг, весь Одессу, Херсон. Начали организованно переходить под княжество московское. И в результате этого Литва, конечно, не согласилась. И начались порубежные русско-литовские войны, продлившиеся... Порубежный. Рубеж, это по границе. Несколько десятилетий. Вот сейчас я останавливаюсь. Абсолютно верно. Мы с вами даже сейчас немножечко, чуть-чуть мы в прошлый раз не упомянули. Тут вкратце буквально. Упомянем митрополита Геронтия, который, значит, управлял с 1973 по 1989 год. Это был очень такой... Во-первых, сначала сразу скажу, что все они обычно... Был Симонов монастырь, такой царский монастырь. И игумены этого монастыря обычно уже готовились к какой-то большой церковной должности. Часто к митрополитии. И вот в 1945 году он уже был настоятелем Симонового монастыря. В 1947 архимандритом. Его даже известно, вот сейчас вы только что заметили, В войне Василия II и Шемяки, он принял сторону церковного собора, на котором осудили Шемяку. И Василия избавили от клятвы, которой он как бы обещался отказаться от притязаний на московский престол. И главное, Шемяки угрожали анафемой за гражданскую братоубийственную войну. Вот это величайшая заслуга. Это церковный плюс. Потому что прекращение гражданской войны... Шемяка с Василием столько пролили крови по своему вот этому противодействию княжскому. Невероятное количество. Некоторые историки говорят, что десятки тысяч человек на этой... Там битв было десятки, продолжавшись то там, то сям, то... То оно переходило на одну сторону, то поддерживало другую сторону. В общем, это целая гражданская война была. И когда это все замирение наступило, это несомненно большой церковный плюс. После этого, когда удалось таки замять это все дело, уже в 1953 году, Геронтий становится Коломенским епископом. И сейчас, вот, например, Ювеналий, митрополит Коломенский. Это епископы, управляющие Московской областью. То есть территорией вокруг Москвы. Если патриарх епископ города Москвы, то это значит Московской области. То есть, если патриарх умирает, даже в уставе прописано, что митрополит Крутицкий и Коломенский становятся местоблюстителем. Временным заместителем, замещающим до следующих выборов. Ну и 29 июля 1973 года, и он по княжескому решению, по решению князя. Опять напоминаю вам, что Константинополь по боку, и мы находимся сейчас в расколе с Константинополем. Геронтий, это у нас второй расколический митрополит. И, значит, поставлен митрополитом московским и всея Руси. Ничем таким особо примечательным он не выделился. Он был безграмотным. И два послания, которые он написал, не отличаются ни стильным. Все смеялись над его посланиями и сравнивали их по уровню с посланиями школьника. То есть, не богословская мысль. Мы дальше с вами сейчас затронем грамотность русского духовенства и посмотрите, что это будет. Безграмотность этих посланий они канули в лето. В общем, на них никто не обратил внимания. На эти грамоты, которые он писал в Сков, кстати. Но зато в нем проявился талант строителя. И он построил нынешние митрополитические палаты. При нем был отстроен и восстановлен Успенский собор. Вот как он сейчас выглядит. Это именно при Геронтии. И также Лизоположенский собор, который он и осветил. То есть, Аристотеля Ферроронтия привлекли... Именно, да. Геронтий, причем он не пожалел денег. И оказался сам настойчивым, четким. Успенский собор, Лизоположенский, митрополитические палаты. И восстановление многих-многих монастырей. А стены Кремля? Стены Кремля тоже. Вот именно в это время. Но это уже как бы... Когда князь увидел, как забабахал Аристотель Ферроронтии соборы, сделал, он подумал, а что бы мне таким человеком не воспользоваться и не продолжить строительство Кремля. И его привлекли и к этому делу. Так что здесь вот Геронтий сыграл такую положительную роль в отстраивании московского Кремля. На его метрополичество выпало еще... Поход на Новгород, например, выпало. И 80-й год, стояние на реке Угре. Да, да. На реке Угре. Несмотря на то, что у Геронтия были частые конфликты с Иваном Третьим, несмотря на все эти проблемы и все остальное, он всегда в трудный политический момент поддерживал князя. Во-первых, при Хане Ахмате. Он именно тоже выразил такую уверенность в победе, чем Ивану Младому дал, такой задел, что он действительно может победить Ахмата. Сам Иван Третий был в панике, я вам в прошлый раз рассказывал. Кричал о великом горе, пришедшем на Русь. В общем, у него был какой-то депрессивный момент в жизни. А его сын оказался очень хорошим полководцем и на Угре сумел дать отпор Ахмату. Ну, как дать? Ахмат просто сам испугался, не решился. Не будем. Да. Там много сложных вопросов. У военной истории есть интересные. Но это благословлено было митрополитом. И дальше, когда был уже позже поход на Новгород, он опять благословляет. Помните, мы говорили о том, что новгородцы стали к литовству немножко склоняться, с такими сепаративными интересами. И он благословляет Иоанна Третьего на поход. Это сначала поход на Новгород, а потом Ханахмат. Да, благословляет и поход на Новгород. Потом, значит, в 1487 году он доносит князю о том, что в Новгороде и в некоторых московских кругах появилась некая новая ересь. Ее тогда не называли ересью жидовствующих. Это потом, знаете, вот как вот это жид пархаты, жидовское царство и прочее. Там вот эти глубокие такие вот древние фразы, которые влагался смысл. Вот это ересь жидовствующих, как колокольчик для прокаженного. В средние века прокаженные были обязаны по закону носить колокольчик. И когда слышали, что звенит колокольчик, уходили, чтобы не заразиться лепрой, не заразиться проказой. И получалось, что повесили специально этот ярлык жидовствующих для того, чтобы это как-то вот омерзительно выглядело. Знаете, как, в общем, ересь гитлеровщих повесила на них ересь, имя ересь жидовствующих. Гитлер же вешал на евреев разные ярлыки. Здесь точно было, может быть, Гитлер даже, кстати, вот у них поучился, как правильно вешать на кого-то, кто тебе не нравится, вешать какие-то ярлыки. Хотите сейчас посмотреть? Да, да, да. У нас сейчас же вышел недавно фильм, названием «София», четырехсерийный. Да, и там эту ересь очень толерантно называют ересь новгородствующих. А, новгородствующих! Ну, публика просто взорвалась, получилось там. Протоколы новгородских мудрецов там. И мы будем с вами разбирать, вообще ничего там жидовствующего, ничего там не было. Вообще, это просто был ярлык. Кстати, это была целая партия при дворе. Это была не просто ересь, а это была партия княгинь всяких, царевичей, внуков и т.д. и т.п., которые просто получили это клеймо. Травкисты там жидовцы получили клеймо. А партия противоположная, Софьи Палеолог, называлась итальянской партией, фряжской партией, реческой партией называлась. И было, вот как вот, например, у нас там либералы, да, там демократы, там единороссы, коммунисты. Вот это было две партии при дворе. И для того, чтобы, вот, например, захотелось бы сейчас нам сильно заклеймить Владимира Вольфовича Жириновского, его вполне можно назвать ересью жидовствующей. Причем, если разобрать его какие-нибудь, если попросить его рассказать, что он себе представляет о троице, или, например, об иконах, или еще каких-то церковных вопросах, то он наговорит столько ересей, что проклясть его на ближайшие две тысячи лет можно будет с легкостью. Вот просто допросить его церковно, что он думает там о такой иконе, о такой иконе, как он себе представляет божество Иисуса Христа, что такое монофизитство, монофилитство, я уверен, он в этих вопросах, ну, разбирается, но не на высоком уровне. Он сам на себя столько наговорит, что его можно будет проклясть вместе с древними еретиками, а через пару лет написать брошюрку о ереси жидовствующих в Государственной Думе Российской Федерации, или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому он пишет не о ереси жидовствующих, а вот об открытых политических движениях в Новгороде и в Москве. Кто он? Геронтий? Геронтий. Пишет Ивану Третьему. А то отвлеклись. Да, но Иван Третий в этот момент, это 87-й год. 1480. Да, Иван Третий в этот момент не обратил внимания по каким-то внутренним политическим соображениям на это донесение. И никаких действий принято не было. А по сути дела было и нечего было предпринимать, потому что предъявить этим людям какие-то еретические воззрения было невозможно. А судить по политическим каким-то мотивам, ну, наверное, Иван Третий посчитал в тот момент не нужно. Нужно? Да, да. Ставит пару слов. Может быть и так, может быть еще и есть вот такой момент. Все-таки это так называемая ересь. Ересь ее еще никто не называл. Это назвали потом на соборе, да. Через несколько... А, кстати, Жень, буквально секунду, пока не забыл. Было действительно... Ересь жидовствующая, кстати, вот это вот всеобщее понятие, она была очень разнородная. И вот что очень важно. Действительно, в Новгороде было движение, которое предполагало собой особую роль Ветхого Завета. Они даже приняли обрезание. И там хотели жениться на поповских дочках из Польши. Но к самому Ивану Третьему, к его внуку Дмитрию, к Волшанской и ко всей вот этой московской заварухе это не имело вообще никакого отношения. Они не только не обменивались письмами, они не только не находились в родстве, они даже о существовании друг друга не знали. С таким же успехом сейчас можно, например, кого-то обвинить, что он был родственник руководителя Бухенвальда, например. Хотя тот не имел к этому никакого. Как сейчас вот Трамп в Сирии поступает. Была ли газовая атака или не было, неважно. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. И в темный лес я огненка поволок. Значит, очень важный момент. Потому что в Москве тоже появились такие вот вольные раздумья. И руководителем этих вольных раздумий был дьяк посольского приказа Федор Курицын. Курицын. Значит, ну представьте, это министр иностранных дел. Это человек высоко образованнейший по тем временам. Это один из самых грамотных людей на Руси. То есть это не просто так. Видимо, там было такое собирание, такой какой-то подбор такой литературы, которую читали в определенных кругах, которая все-таки шла на более цивилизованно-западный манер. Да, абсолютно верно. Это же времена Реформации. Да, это как раз именно время Русской Реформации. Вы знаете, я даже больше скажу вам. Это был вот тот период, когда Россия из Средневековья переходила в новые времена. В Европе это произошло через Возрождение, Ренессанс и прочее все остальное. У нас это было невозможно. И поэтому движение прагматично, патриотично, исторично, научно, логично обоснованных людей восприняли как некую ересь. И увидели в ней опасность для государства. И более того, мы с вами в прошлый раз уже обсуждали, что этим умело воспользовалась Софья Палеолох для продвижения на престол Василия, по месту Дмитрия. Это была ее идея. И вся эта заварушка со смертью Ивана Младова, со смертью будущего практически царя, уже там все понятно было, к чему это двигалось. Вся это отравление было ли там, нетравление, казнь этого Леона и прочее все остальное. И вся эта заваруха, как пишет современник, описывает, и после уже, князь Курбский даже потом пишет, когда Ивану Грозному, да вы послушайте, ну пусть он хоть свинья, но он же имеет право на слово. Вы знаете, сколько Геббельс хороших фраз написал? Ну Геббельс, понятное дело, что сволочь и там и прочее все остальное, но это же не значит, что он идиот и дурак. Так что написал, мне, например, очень нравятся его слова. Он написал, вместе с Софьей в Россию пришли все интриги и отравления византийского двора. Вот единственная фраза, которая, действительно, она привезла с собой вот эти византийские традиции, когда императоры помирали каждый месяц. Вот, кстати, вот сейчас, вот мы буквально с вами будем дальше смотреть следующих, последующих митрополитов, вот сейчас Зосима, потом будет после Зосимы Симон, и все митрополиты либо отравлены, либо сосланы. Значит, наступает эпоха русского папства. Пять последующих митрополитов, ну практически не умерли своей смертью. Это что говорит? У нас все прекрасно было нормально, и вдруг начинается вот эта византийщина. У нас каждый митрополит смещается своего места, отправляется в монастырь, гребли успешно травятся, умирает от угара и так далее и тому подобное. То есть наступает время такой церковной смуты, которая пришла потом к Великому Росколу. Чем это и закончилось потом, Великим Росколом. Да, да, согласен. Значит, вот что мы должны с вами здесь заметить. Какая литература? Никакой литературы не было. Самым главным преткновением было две вещи. Симония, продажа церковных должностей, и церковное землевладение. Вот эти две вещи и послужили всей проблемой. Партия сына Волшанской, внука младого Дмитрия, поддерживала вместе с Нилом Сталленским, Нилом Сорским и Волжскими старцами, поддерживала идею рассекуляризации. То есть убрать все эти церковные имущества. Владение. Да, чтобы не делать церковь казначейским денежным мешком. А другая партия, вот палеологов и прочие все его таздостроения... И Ивану Третьему это нравилось. Ивану Третьему это очень нравилось, потому что он даже предложил, помните, он предложил из казны выделить ежегодное церковное содержание по тому, что давали эти земли. То есть откуп такой дать. Забрать все земли в государство, но каждый год выплачивать церкви за то, что эти земли как бы используются государством, выплачивать эти деньги. Выкупные платежи. Да, выкупные платежи. Это была его идея. И вся эта заварушка нужна была для того, чтобы опорочить политическую партию внука Ивана Третьего, Дмитрия Царевича, опорочить их этих людей и обвинить их. Ну как бы раз опорочены сами люди, значит и их идеи опорочены. То есть если человек оказался недостойным, значит как бы и его мысли о государстве оказались недостойными. И вот такой хитрый византийский план они и провернули. Более того, вся эта заварушка с царевичем Дмитрием стояла у основания российской монархии. У основания российской империи, по сути дела. Василий Третий был великим, Иван Третий был великим князем. Он не был царем. А здесь, значит я вам сейчас прямо конкретно скажу. Значит, 4 января перед Рождеством 1498 года, после того, когда, ну вы помните, там Софья и Василий в одно время были в крайней немилости, их там заперли в монастырь и в общем царь выгнал их со двора. Партия, поддерживавшая Волшанскую после смерти Ивана Младого и поддерживающую сына внука Ивана Третьего, царевича Дмитрия, она, эта партия, на краткий момент восторжествовала. Не знаю, какими путями судьбами, но Иоанн Третий приказал провести особое богослужение в Успенском соборе Кремля. Уже в новом отстроенном геронтием соборе Московского Кремля. Богослужение было точной копией помазания на царь. Это, по сути, было первое помазание российского царя. Ну да, есть такие сведения. Это не просто сведения, прямо конкретно все. Даже описывается, как считалось, Ектиниям. То есть, Иван Третий был помазан на царство. Да, да. На него были одеты вот эти шапка Мономаха, держава и скипетр. Ему был построен специальный трон на возвышенном месте, на котором он сидел. Провелось специальное богослужение. Он был венчанным российским царем. Почему? А потому что вот этот самый геронтий, он, в его еще посланиях была идея, что Россия Третий Рим. И София Палеолог, жена как бы вот палеологов византийских императоров, а потом уже старец Филофей, который сформировал в своих трудах вот эту идею Третий Рим, и нужен был царь теперь, царь. Иван, наверное, это понимал, и поэтому он так торжественно произвел коронацию царевича Дмитрия. Прямо это действительно самая настоящая коронация и помазание на царство. Царевича Дмитрия или себя? Нет, Дмитрия, при его присутствии, он еще прочитал ему назидание. Он вышел на горнее место и сказал, вот России новый государь, и должен быть он мудрым. И я тебя, как внука своего, сын мой умер, ты, внук мой, будешь великим государем. И помазу я тебя на царство, я назидаю тебе быть кротким и смиренным и духовным, христианином и великой державой быть отцом. Великому государству Дмитрия помазан был на царство. Я чего сказал вам, похожесть, смерть Николая и убийство царевича Алексея, с чего началось царствование, царство, там и закончилось царство. Той же кровью. И смотрите, а у Ивана Грозного убили того же Дмитрия царевича, сына 4-го Ивановича. Тоже Дмитрия Ивановича. Буквально через краткий период. И даже многие, я вот читал, историки говорят, что если может быть не началось с крови, да, с крови не началось, то может быть кровью бы и не заканчивалось. А так началось с крови. Но подождите, почему началось с крови? Почему так говорят историки? А потому что погибла партия мудрых, прогрессивных людей, которых просто назвали жидовствующими. Мы сейчас с вами разберем несколько вопросов, и вы поймете, что никакого вообще не может быть речи там их об обвинении в каком-то государственной измене или еще в чем-то. Никаких планов они таких не поддерживают. Те же самые Курицыны и все остальные не имели к этому никакого особого отношения. Ну, нельзя сказать, что рыльца была не в пуху. Но если взять всех, у кого рыльца в пуху, то я думаю, у нас в России ни одного чиновника не останется. Можно сразу снять всех губернаторов, министров и прочего. Святых не бывает. Но говорить о том, что они были какими-то действительно еретиками, или что они действительно были какими-то такими ярыми врагами государственной российской, это все неправда. Значит, что произошло? Значит, мы уже закончили вот сейчас с Геронтием. Значит, в 1490 году митрополитом стал Зосима Бродатый. Ну, во-первых, может быть и фамилия такая была, а во-вторых, у него была большая, пышная, здоровенная борода. В 1485 году он тоже был архимандритом Симового монастыря, как и Геронтий. И после смерти Геронтии в 1490 году стал митрополитом московским. Он был ближайшим другом и соратником Ивана Третьего. Они очень близких были отношениях, но в то же самое время он был в очень близких отношениях с Курицыным и с двумя попами. Попом Дионисием и Попом Алексеем, которые потом и как вот это возглавители вот этого движения... Которых потом обвинили в этой вещи. Которых в этом обвинили, да. Кстати, в этот момент как раз приходили бабы особые какие-то, неизвестно, кто их подослал, которые хотели Софью Палеолух отравить. И их покидали в Москву реку, утопили. Как раз это было вот при восхождении на престол, на архиерейский престол, митрополитический престол Зосимы Бродатого. Значит, он был, этот Зосима был человеком прогрессивных широких взглядов. И даже многие говорят о том, что он был готов поддержать идею о секуляризации церковных земель. Когда же партия Софьи Палеолух стала превозмогать, там брать верх, идеи о церковной секуляризации стали отходить на второй план. И всех людей, которые здравомыслящие ратовали, как вот в Европе, за прогресс церковный, то есть за определенную реформацию, не в абриадах, ни в коем случае. А именно в то, чтобы церковь не превращалась в работорговца и в феодала, огромного феодала. Она была уже, да. Но, понимаете, она была, но был просто землевладелец. А при Иване Третьем, помните вы, вот закрепление за крестьян, а потом Иван Грозный вообще. Началось закрепощение. Да, закрепощение. Скрепостные приедения. Одно дело быть богатым собственником, другое дело владеть реально человеческими судьбами, человеческими жизнями и торговать людьми. Этот вопрос и возник. И вот, значит, сама борьба, сама идея в головах была уже. Посмотрите, как долго она продолжается. С 1487 года пишет Геронтий великому князю донесение о том, что появилось новгородское вот такое движение. Здесь мы смотрим следующий, митрополит Зосима, 1490-94 год. А потом дальше митрополит Сивиман с 495 по 511 и только в 1504 году, то есть это получается у нас 20 лет, все споры идут. Никого не казнят сразу. Никого ничего. Аж просто до самих судов. Аж когда дошло, чтобы разобраться в том, что же представляет из себя эта ересь. Значит, давайте несколько таких вот интересных моментов посмотрим, что писал, например, Иосиф Воловецкий про митрополита Зосима в это время. Когда вскрылись его взаимоотношения с Курицыным, с Алексеем, с Попом Дионисием, в общем, с руководителями верхушки этой партии. С руководством, с партийным руководством. Иосиф Воловский в своей книге «Просветитель» написал очень много гадостей про жидовствующих, про Зосиму. И в то же самое время он написал некоторые очень правдивые моменты. То есть, благодаря ему мы знаем кое-какие сведения, которые... Иосиф Воловский это самый главный противник вот этой... Да, противник. Это сторонник Софьи Палеолог и партии греческой, фряжской, итальянской партии против Новгорода. Человек, который и присвоил им звание егереской. Да, вот этой жидовствующей. Да, абсолютно верно. И выступал. То есть, это был один из руководителей партии, которую в то время называли итальянской, фряжской и греческой. И вот этот руководитель партии придумал кличку противоположной партии. Причем те аккуратно так называли, итальянская, греческая, этот сразу жидовствующими назвал. То есть, будем говорить, это такое, сразу говорить о определенном хамстве, хитрости и наглости. Ну, выдумали там какого-то несуществующего типа жидовина, который там в Новгороде появился. Абсолютно. Схария был выдуман. Схария выдуманная личность. Его нигде никто никогда не нашли. Никогда его никто не видел. Но сказали, что он привез из Израиля какие-то тайные книги, которых тоже никто никогда не видел. Они нигде не упоминаются. Из них нет ни одной цитаты. Это плод фантазии. Да, это плод фантазии партии, который был руководителем одним из руководителей Осипов Володский. Значит, когда это все поднималось и шумиха была, митрополит Зосима Бродатый имел неосторожность. Он, кстати, был человеком таким книжным, письменным, в отличие от Геронтия. И имел неосторожность. Он сказал, что всех, кого вы обвиняете, нужно расследовать и судить, но никаких казней, никакого кровопролития быть не может. Вот видите, какой мудрый митрополит. В отличие от Никона, потом последующего, который казнил там десятки тысяч людей, этот говорит, не надо проливать крови. И что сразу? Приклеили ярлык жидовствующего. Сразу. То есть тайного почитателя ереси жидовствующих. Над этим смеется потом профессор Павлов. Это дореволюционный, великий наш русский профессор. Поинтересуйтесь, посмотрите в интернете. Его прекрасные монографии по русской истории, особенно по ереси жидовствующих. Он пишет, что Иосиф Володский просто от злобы писал на Зосиму. По причине того, что никаких больше аргументов он найти не мог. Ну вот митрополит говорит разумно. Давайте будем судить, но крови проливать не будем. И еще по причине того, что Иосиф отстаивал владение церковным. Конечно. Вот за что он стоял прежде всего. Да, Иосиф был крайним противником секуляризации. И более того, он был очень острый на язык. То есть он хорошо писал. Умел красиво писать. Ну и Геббельс тоже очень много что написал. Поэтому можете почитать, если будет интересно. Значит, Иосиф Володский в книге своей «Просветитель» называет Зосиму за его склонность, за его доброе отношение к новгородской партии против партии греческой или итальянской. Причем давайте назовем ее итальянской. Потому что римский папа победил. Это действительно итальянская партия. И еще, кроме того, брак католички Софьи Фалиолох с Иваном Третьим устроил римский папа Юлий Второй. Значит, что произошло? Произошла интересная вещь. Он пишет, что ходили слухи о Зосиме. То есть он боится написать, что это вот он так и считает. А пишет, что вот многие говориша там. Где-то слышен глаз народа. И значит, что который обвинял Зосиму в склонности к ереси жидовствующих, а также поруганий, крестов и икон. Что к чему? В общем, собака лает, караваны... Так это до сегодняшнего дня. Лает собака до сегодняшнего вечера носит. Которая плевала и рубила иконы. Но он же сам, Иосиф Володский, пишет, что когда попытались над Зосимой устроить суд, партия итальянская, не получилось ничего. Потому что многие за Зосиму заступились. И он неожиданно. То есть вот такого общего натравливания собак не получилось. И хотя, как написано в летописях, из-за некоего своего преткновения, а самые... Знаете, здесь пословица, у кого что болит, то про то и говорит. Значит, сразу написали, что он был пьяницей садомит. Это у нас любят сразу клеймо поставить. Такого шероха-ба! И все, потом отмывайся, попробуй. Возле встанута. Сразу не смогли его не только лишить Сана, но даже никакие церковные причины на него не возложили. Он просто ушел как бы на покой и уехал в Троицей-Серию-Лавру. Где дальше пишут, что в 95-м году, через год, он возглавлял бослужение в праздник преподобного Сергия и на Орлице, митрополитам, во всем должности своих и званиях он не был лишен никаких церковных регалий. То есть, он не был осужден никаким церковным судьбом. Это говорит, опять же, плюсом к тем церковным деятелям, которые было все-таки большинство людей, разумных и с совестью. Кстати, и кроме того, профессор Павлов, благословшую ему спасибо, приводит труды вот этого самого Зосима Бродатова, в которых Зосима осуждает всякие новгородские партии. Поэтому признать его сторонникам... Просто призывал, не надо крови. Абсолютно. Почему и было... Представьте, все в крови кругом, а тут вдруг дурак появляется, который говорит, не надо головы рубить. В Средневековье это была традицией убить кого-то, замочить. Оторвать кому-нибудь руки, ноги отрубить. Это было, как, знаете, как сейчас, ну, я не знаю, выйти на улицу с плакатом, там, долой коррупцию. То есть, это было, ну, естественно. Кого-то убить было естественно. И тут вдруг митрополит говорит, не надо никого убивать. Естественно, значит, что-то ненормально. Плохой человек. Ненормально. Я бы не согласился. Все-таки. А в чем? В том, что все-таки еще не пришло время, когда церковь, вот эта русская церковь, сделает перелом. Переломный момент, когда она начала сжечь и сечь голову. Абсолютно верно. И вот Зосима, как раз, он еще был тот человек, который еще не перешел в эту ступень. А переволок-то как раз, Иосиф Володский, вот через эту ступень. Да. Когда поповская вся братья стала не рабами божьими, а рабами царскими. А Бог стал на третьем месте. Мы вот видим сейчас Геронтия, который споры имел многие с великим князем. А где вот возьмите, найдите в истории где-нибудь, вот после Ивана Грозного, чтобы какой-то из наших митрополитов имел споры великие с государем, или, например, там с Екатериной Великой, например, или там, я не знаю, даже с Александром Первым. Пока она еще не была, великой там с ней. Нет, ну это было другое. Это было другое. Я имею в виду именно с теми, у кого в руках власть. Я не говорю с теми, кого можно затоптать, а именно с теми, у кого в руках власть. Ну вот. И поэтому, по сути дела, все обвинения за Симой можно снять. Это просто слухи, это просто доносы, и даже его собственные труды подтверждают, что это все... Достаточно выдающийся церковный деятель. Да, выдающийся церковный деятель. У человека своего времени. Да. Поэтому это дает нам основание полностью отмести идею его еретичности. Никакого разговора даже об этом мы не будем даже вести. Кроме того, он был еще и, как мы говорили, человеком научным, книжным. И в 1492 году он составил новую тысячелетнюю пасхалию. То есть, 1492 год, это 7000 лет от сотворения мира. В 1492 году было. 7000 лет от сотворения мира. А дальше, вот сейчас, в 92 году было 7500 лет от сотворения мира. Это значит, вот от него 500 лет прошло, в 92 году. И, значит, идет 8000 лет. Мы сейчас до сих пор по его пасхалии совершаем босслужение, которое составил вот этот Засима Бродатый. Кроме того, он там, специально в предисловии, формулирует идею, что Москва это третий рим. Именно в его пасхалии. Да, у Геронтия есть в посланиях несколько строк, но мы с вами упомянули, что Геронтий был не книжный и бестолковый. И его послания не получили популярности, никому не понравились. Но там есть идея. А здесь уже книжный, грамотный человек, да, сформулировал идею, что Москва третий рим. А дальше потом старец Филофей в своих трудах это обширно представил. Абсолютно верно. А про Зосиму ничего не говорят, потому что он был обвинен в жидовстве. Поэтому он не может быть автором этой идеи. Да, вы совершенно правы. Хотя он именно это пятидец. Ничего не имею против Филофея, замечательного монарха. Но именно эту идею составил именно Зосима. Раньше Филофея гораздо. Это его была... Надо с Филофеем разобраться. Наверное, последователь может быть даже. Я думаю, скорее всего, даже друг. Я думаю, скорее всего, поскольку раз он читал его труды, я думаю, что именно... Кстати, тот же самый Павлов пишет, что в трудах Филофея очень много строк из трудов Зосимы. Вот так. То есть, видимо, вдохновленный идеей... И тут Филофея... Если бы он с ним был в плохих отношениях или посчитал его еретиком, он бы однозначно с ним включился. к идее его он бы относился, конечно, нехорошо. Ну, вот мы говорили с вами. В 94-м году он оставил кафедру, в летописях кратко написано за некое свое преткновение, а некоторые из историков, например, Булгаков и Голубинский, там Булгаков пишет, что он был пьяница и не занимался церковными делами, скромно пишет. А Голубинский, кстати, Голубинский с очень такой говорящей фамилией, пишет, что он пьяница и садомит. У кого что болит, то про то и говорит. И даже больше в анафематствованиях 17-го века Зосима идет первый среди 43-х анафематствуемых А Иосифа представили к лику святых. Да, А Иосифа представили к лику святых. Кстати, Геронтий митрополит в 2016-м году в 2016-м году в прошлом году собором архиереев причислили к лику святых. Геронтий. А Зосима пока нет. А Зосима нет. Почему-то, наверное, в связи с ересью жидовства еще не сплошь. Зато в 2009-м году Иосифа отпраздновали как великую какую-то личность. Мы, конечно, смеялись над этим. Хотя его канонизировали давно еще, слава Богу. Все-таки не в нынешние времена, а в древние. Но это была канонизация итальянской партии, будем говорить. Значит, дальше. 1495-1511 годы. В 1490-м году, как раз вот когда только Зосима вошел на митрополитический престол, в это время в Троице Сергиевой лавре был назначен игумен Симон. Он был человеком очень таким хозяйским и властным. И смог управлять этим огромным троицким хозяйством, потому что лавра имела огромное количество подворий. Он заслужил очень быстро добрую славу при дворе и в 1495-м году по воле великого князя поставлен митрополитом. Значит, что выпало на долю этого Симона? Он не прославился ни особым писанием посланий, ни особым строительством. Его эпоха это эпоха церковных соборов бесконечных. Церковных бесконечных соборов и бесконечных церковных судов. Кстати, именно вот этот Симон по сути дела и венчал на царство Дмитрий. Эпоха смены партии. Значит, при нем как раз и благополучно перешла вот эта победила итальянская партия, победила Новгородскую партию. Так что он венчал на царство Дмитрия Ивановича, но при нем победила другая противоположность. Да, вы же помните потом, чем кончилось это. Значит, когда царю настойчиво тот же самый Иосиф Володский и кое-какие другие личности из которые кружились вокруг Софии Палеолом представили некий выдуманный ими антигосударственный заговор во главе с Курицыным с попом Алексеем и попом Дионисием и вдобавок еще в связке с митрополитом Зосимой и в связке с царевичем Дмитрием и Еленой Волошанской бывшей вдовой Иоанна Младова это так произвело такое впечатление на и вот мы знаем с вами вот эти три уже третий впечатлительный момент первый впечатлительный момент его был когда он испугался хана Ахмата и вот ересь жидовствующих и еще его очень сильно напугало когда крестным ходом вышло по Иосифу Володскому навету старцы поперли из строя Сергея Лавры на майдан на московский с восстанием чтобы не допустить секвализации церковских земель его даже церковных земель его даже до инсульта Иван Третий инсульт получил после этого он уже херел и потом он практически по сути дела и умер хотя вот это был такой своеобразный Петр Первый того периода он столько реформ столько всяких важных действий для России осуществил и с Казанским и с внутри попыткой секуляризации церковных земель и судебники у него он был как деятель русский он сыграл большую величайшую роль не зря его сын потом так смог приподняться на трудах своего папани потому что папани заложил хороший фундамент и вот значит во мгновение ока после представления царю Волшамскую в монастырь под хлеб и воду царевича царя венчанного Димитрия в тюрьму где он угорел и в скором времени был умершлен как написано в летописи и Волшанская тоже дубу дала там благополучно в монастыре все умерли тайными смертями и на сцену быстро и ярко выходит Василий это папани Ивана Грозного причем вы знаете это не правда что Иван IV Грозный на самом деле эту кличку получил Иван III Василий III я извиняюсь Василий III его подет Иван III Иван и Василий Василий получил эту клепуху значит нет я вам честно скажу здесь у меня прям написано что он почему за жестокость с той с которой расправились со всеми последовольнодумцами церковными и идеями этой церковной реформации и прочее все равно за жестокость с которой с ними с которой с ними расправились да папаня сначала получил потом его сын Иван Грозный получил уже этот дополнительный Василий Грозный был отцом Ивана Грозного нет нет это точно я прям выписал специальное некоторые говорят что Иван III был Грозный то есть это предположение я считаю вот я прям выписал Василий Иванович Грозный да дело в том что он именно за жестокость вот эту с которой он с испугом а может быть маманя Софья поучаствовала в этом я считаю тут Иосиф Володский постарался а может быть это однозначно потому что они сцепились ведь кровавыми ручками Нил Сорский с которым который спорил тоже был за секурализацию земель Нил Сорский но он был против этих вот как бы ну осудили на соборе и он тоже был против Нил Сорский это тоже значимое лицо духовное лицо тогда на Руси но он тоже говорил не надо никаких казней зачем разобраться а Иосиф Володский настаивал подавить жестоко именно все в пух и прах разнести чтобы не было ничего вот партии не руководитель и вот я считаю вот это как раз тот исторический момент когда вот эта церковная власть заставила царскую власть княжескую тогда великокняжескую власть переступить вот этот порог кровавый порог начать людей убивать за идеи вот откуда пошло Василий Грозный то есть этот вот упырек церковный средневековый Иосиф Володский он сегодня представлен как величайший святой нашей патриархии его прям возвеличивают так что не зря задуматься тогда были церковные земли теперь Бентли надо же считать и вот эта вот кровавая вакханалия по поводу идеологии она покатилась покатилась и прикатилась потом к расколу до которого мы все-таки доберемся но мы уже совсем близко недалеко осталось значит что я хотел бы я думаю наверное сегодня уже многовато будет я буквально несколько слов скажу а на следующей нашей беседе мы прямо конкретно разберем что предъявлялось претензии какие и какие были ответы и увидим абсурдность все это идеи названия это жидовствующие это то что на кликуха кликуха на сарае можно было написать значит здесь вот буквально в заключении я не буду заканчивать сейчас продолжается правление Симона и вот после того когда был умершлен царь Дмитрий по сути первый помазанный русский царь умершлен чинов могут со мной сейчас могут спорить начать там знаете что вот такое помазание в Византии было до 10 чинов помазания в императоры 10 они все были разные все они считались действительными поэтому вот когда изучите все эти 10 чинов помазаний тогда будете спорить какое особо податное какое не особо сам факт имеет уже значение человек был провозглашен на царство все как там было повернулся митрополит через левое плечо через правое плечо сплюнул ли он трижды или нет не будем все вредено даже мономаха шапку на голову возложили и трон поставили в центре храма сколько ему лет было он маленький еще был он получается да надо где-то так малой еще да да и по сути дела отец его помазал на царство дед отец дед умер уже Иоанн Младой это же сын Иоанна Младого да сын умер сын умер от подагры жестко жестко умер тяжко от подагры это дед помазывает внука и он причем замечает говорит сыну моему должно быть и вот тут государем сияруси но так как умер мой сын и волей господней было душу его призвал господь внуку моему вот передаю царство и назидание целое даже сохранено не могу не спросить источники это пожалуйста вот тот же самый профессор голубинский который да булгаков также профессор павлов которого я только что вам вот можете прямо павлова почитать и там прямо вот это провозглашение на царство и все остальное до коммунистические источники да это еще источники в тех современников будем говорить вот и даже в летописи указано что это произошло именно 4 января 1498 года конкретная дата была причем это было обставлено с особым торжеством было 5 епископов и митрополит присутствовали то есть это было прямо и церковный собор а бояру не будем говорить все князья и бояре все сбежались на это событие все там было и поэтому это было с особым торжеством все причем в Успенском соборе был поставлен особый третий трон вот значит как бы царь супруга рядышком сидит третий трон молчат об этом загубленном мальчике они как-то забывают про него не забывают Дмитрий Иванович оказывается не один у нас был загублен конечно а этого получается за 100 лет до него Дмитрий Иванович один раз потом Дмитрий Иванович первый сын от Анастасии еще еще один и от четвертого еще один Дмитрий Иванович угличский угличский три Дмитрия Ивановича было в течение 100 лет загублен кстати я хотел бы вам сказать что если бы победила Не вот эта вот итальянская партия Папы Римского, а победила бы новгородская партия, прорусская новгородская партия. Мы не будем каких-то сослагательных искать наклонения, но история бы пошла совсем по другому пути. И больше скажу, тогда бы было совершенно другое взаимоотношение между властью и церковью. Вот что важнейший момент. Несколько тезисов на заключение. Во-первых, вы должны понимать, что в этот период не было такого понятия, как конфессии. И разницу между католиками, православными и появлявшимися в то время протестантами, как раз в Западной Европе, никто бы не смог объяснить. То есть это сейчас мы апеллируем какими-то понятиями. В то время даже этих понятий не существовало. Просто было как бы еретик-нееретик, угодный Богу-неугодный Богу. А, ну извините меня, можно быть еретиком, перевернув весь Новый Завет снов на голову и написать сатанинское Евангелие. А можно, если ты, допустим, пукнул и обкакался в алтаре, тебя тоже могут назвать по этому поводу еретиком, что ты сделал это специально. То есть между еретиками еретик к еретику рознь. Может быть большая разница. И вот мы убедимся, что вот это те как раз, которые были настоящими еретиками, которые продавали за деньги церковные должности, вот с теми Иосифом Волоским. Они победили. То есть они победили, это еретики. А те, кто пукнули в алтаре, были обведены во всех всевозможных грехах и казнены. То есть просто победитель есть победитель. Когда пришел к власти Василий, естественно, по праву победителя он вычеркнул все о Дмитрии. Он убрал всех его сторонников, потому что тень этого убиенного царевича Дмитрия, как потом над Борисом Годуновым тень убиенного Дмитрия Угличского вставала. Она не давала ему покоя, он задыхался ночью, ему страшно было. Царевича, кстати, задвижку в печке закрыли и он угорел. Да, удушили его практически. Видимо, дверь закрыли. Да, дверь закрыли, а он в тюрьме сидел, не мог выйти. И печку, дверку, заслоночку закрыли и он угорел там. И получилось, что Василий прошел жестоко по всем этим людям и их всех поубирал. Да, начались кровавые просто расправы. Да, мы говорили, что его... По настоянию Иосифа Володского. По настоянию Иосифа Володского. Первое, он приклеил им вот этот ярлык жидовский, повесил колокольчик и стал идеологом их истребления. Дальше. Все то, в чем их обвиняли, полная фигня. Ничего не оправдалось. Никто не обрезался, никто не почитал субботу, ничего. Единственное, против чего они выступали, это было две вещи. Против церковной симонии, чтобы не брали деньги за рукоположение попов. И второе, что земли церковные должны быть государственными. То есть, церковляризация церковной земли. Вот это две вещи, которые они совершали. Третье, но покрывает это все страшная большая тень. За что и ухватился Иосиф Володский. За что и смогли осудить эту новгородскую партию. Им приписали и, по сути дела, были кое-какие моменты так называемого антитринитаризма. То есть, непризнание Троицы. Это тоже все вранье. Они, оказывается, признавали Троицу. Но говорили, что так как Бога Отца никто не видел, то Бога Отца рисовать нельзя. И поэтому иконы, на которых был изображен Бог Отец, они называли, что это не иконы, а это ересь. А-а-а-а! Так вы икону Святой Троицы не признаете? Так вы саму Святую Троицу не признаете? Не, мы признаем, признаем. Какое признаете? Вы сами только что сказали, что не признаете. Вы не признаете Святую Троицу сжечь на костре. Ни фига. Признавали они прекрасно Троицу. И признавали они Божество Христа. Единственное, за что уцепились, они действительно, всех, которые были вызваны на допросы, они заявляли, что написанный Бог Отец нарисованный, такого не знает, никакая византизм. Не было такого в древности. Возможно, только икона вот такого плана, как Андрей Рублева, Три Ангела. А там сидит дед старый, который держит на руках... Не, не, не. Сидит Успенский собор. Верхняя центральная икона в Троице Сергея Валерийна еще называется Отечество или Сыновство. Кстати, потом, через несколько десятков лет, об этом благополучно забыли. И Стоглавый собор, который признается сейчас нашей церковью, запретил писать эту икону. Запретил ее писать, но почему-то жидовствующих никто не решил назад отменять с них анафемы. Запретили писать эту икону. Разрешили рублевский вариант, где Авраамская Троица, Троица Авраама, явившаяся Авраама. А такого момента, где сидит старый дед бородатый, держит на руках младенца Иисуса Христа, и там сверху летает гул, это до сих пор является неканонической, запрещенной на соборе иконой. Но они до сих пор ходят в обращении, эти изображения. И они на куполе рисуют. Да, они ходят, эти иконы в изображении, в куполах рисуют, но на самом деле это Стоглавым собором запрещено и объявлено, что это эритическое написание иконы. А вот здесь за это уцепились, за то, что они говорили, что нельзя рисовать. И на этом основании признали, что они не признают Святую Трость. Абсолютно верный вывод. Боролись не с еритиками, а боролись за владение, за победу своей партии, за победу своего будущего князя и за сохранение своих земель и положения. Абсолютно верно. И вот эта идея антитринитаризма и послужила главным красной тряпкой, обоснованием для осуждения ересей жидовствующих. Ибо никто в этом не разбирался, но когда Ивану Третьему принесли икону и сказали, Господа нашего Святую Троицу не почитает, он ничего не понял. И только сразу Троицу не почитает, и на основании непочитания этой иконы началась эта заварушка. Я вам больше скажу. Я вам сейчас расскажу одну историю, и вы вообще будете смеяться. В это же время сохранились, до сих пор дошли нас летописи Рязанского епископа Геннадия, Рязанский епископ Геннадий, кое пишет, что я был у них в Новгороде, то есть в храмах жидовствующих, типа православных храмах, и увидел там, как они поругают иконы. А он был дурак был, и неграмотный дурак был, и читать, видно, не умел. И пишет, что придя в Софийский собор в Новгороде, увидел я ересь. Икона преображения Господня, ну вы знаете, где Господь с Иоанном и Яковом, с Петром Иоанном на фаворе, преображается перед ними, свет божественный воссиял, и они падают, закрыв глаза, потому что не могут видеть этого света. Потом Петр еще предлагает, давай построим здесь два шалаша, один Илье, другой Моисею, третий там тебе, и будем здесь жить, нам тут хорошо. Но это непростая была икона. Вокруг по этой иконе были так называемые клейма. Что это такое? В середине главное изображение, а потом разные события из Ветхого, Нового Завета, например, 12-20 праздников, или какие-то там деяния каких-то великих светлых. Да, вот, например, Николай Чудотворец нарисован, а маленькое клеймо, и там, где изображено, когда хотят невинному голову отрубить, а Николай руку с мечом задерживает. Потом, где он там спасает рыбаков, потом, где он подкидывает там... Ну, вот такие же... Да, это события. Житиями, да, вот вокруг. И это же, это епископ, вы задумайтесь только, это епископ. Он пишет, и подошел к иконе, и вижу, как великий отец наш Василий, а имеется в виду Василий Великий Кисарий Каппадокийской, архиепископ, еще 4 века, изображен внизу на иконе преображения вот этого большого клеймом, и там он взял серп и Господу нашему Иисусу, Христу, младенцу, руку и ногу отрезал. На иконе нарисовано. Понимаете, поначалу действительно можно подумать. Представьте себе, изображен Василий Великий, который отрезает Христу руку и ногу серпом. Но давайте мы с вами возьмем греческий текст «Жития» Василия Великого, Кисарий Каппадокийские. И там описывается, что оказывается, у Василия был ученик, жидовин, который на протяжении многих лет сомневался, принять ему христианство или нет. А был он очень грамотным и учился у великих философов, то есть был очень толковый, грамотный человек. И вот однажды он пришел в храм в то время, когда Василий совершал литругию, и увидел, как во время службы на престол лег Христос-младенец перед Василием, которого Василий принес в жертву, разделив его на части, погрузил его в чашу, и потом этой жертвой Христовой причащал народ. И еврей-то так испугался, что сказал, что вот Господь, действительно Господь, и принял крещение на следующий день. Так кто дурак-то? Геннадий или новгородская ерь? Ему привиделось вот это? Конечно, на самом деле это просто из жития святых клеймо. А там, где, например, Николай сдерживает руку палача, может, тоже кому-то что-то показалось. Это просто называется клеймо. Это часть из жития Василия Великого. И никакой тут ереси вообще себе представить невозможно. Да, это было видение вот этому еврею. Да мало ли что, его там привиделось. Но это изображено просто кусочек, несколько строк из жития Василия Великого. Это говорит о чем? Что когда Иоанну Третьему показали эту икону, он не разбирался, можно такую икону рисовать или нет. Если епископ православный дурак не читал жития Василия Великого, и епископ не знал, не читал жития Василия Великого, и показалась ему там какая-то ересь, дуру от безграмотности, то что говорить про других, которые вообще про иконописание ничего не знали и не имели себе никакого в этом представления. И вот именно за эту ересь, непочитание Троицы и ухватились. И за это вот погиб и царевич Дмитрий, и за это вот это было восшествие на престол Василия, его жестокие действия в этом. А мы еще с вами, мы уже говорили о соборе 1503 года, но мы с вами еще внимательно рассмотрим собор 1504, а потом 509 года, на которых вот это обсуждалось, эта вещь. И мы увидим с вами, что это была просто новгородская партия здравомыслящих, русских патриотов, которые хотели для церкви духовного пути, не маргиналистичного, денежно-финансового, а служения Господу и своему народу, и своей державе. И они за это были оклеветаны, какой-то придумали там вот эту икону сыновству Отечества, антитринитаризм, и за это они понесли незаслуженное, по сути дела, наказание. Я еще раз повторюсь, дыма без огня не бывает. И действительно, в Новгороде была небольшая группка, которые приняли обрезание, которые там хотели жен польских себе получить. Но к этому, о чем мы сейчас говорили, и к самой политически придворной партии, к Урицыну, к попам Дионисию и Алексею, к Зосиме тем более, тем более, к царевичу Дмитрию это не имело никакого отношения. То есть, ну вот хорошо, вот в этом самом, в Западной Европе было две крупные антитринитарные ереси, не почитавшие Троицу, в Испании. Но они какое имели отношение к Новгороду? Никакого. Да мало ли где там чего могло быть. Дураков всегда хватало. Но именно вот эти люди, именно вот это московское обвинение новгородской партии в ереси жидовствующих, так называемых ереси жидовствующих, а они, по сути, были делоприемниками духовного движения стрегольников, эта идея еще оттуда пошла. И эти вопросы о Симонии еще оттуда и шли. То есть, это была здоровая ветвь русского духовенства, которая потерпела в этот момент жесткий крах. И мы увидим, к чему это приведет. К тому, что удавив митрополита там, ну, придавив митрополита Филиппа Колычева, Иван Грозный поставил церковь, оставил ее без права голоса. То есть, все, что цари приказывали, все делалось. Никто о Христе дальше и вспоминать не будет. Я вам для примера приведу, чтобы тоже маленькие, буквально пару слов тоже. Петр Первый очень любил научные всякие исследования. И вот он приехал в Новгород, а там лежат в соборе Успенском мощи Никиты, епископа Новгородского, очень предпочитаемый святитель. Он вскрыл гробницу, вытащил оттуда тело Никиты, сгибал ему ручки, ножки, поднимал колени, раздвигал ноги, шевелил головой и потом запаковали все назад в гробницу. И никто, ни о каком кощунстве, ни о каком ересе, даже не пикнул. Это вам для примеров о правдивых, истинных словах. Когда можно, тогда говорят, а когда боятся, то тихо-тихо молчат. С Великой Средой, с приближающейся Пасхой. Заранее всех, так как имею возможность, поздравляем с Пасхой Христовой. Ну, заранее, да. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok